Образование, культура, городская инфраструктура и других. Почетные грамоты и нагрудные знаки лауреатом вручил председатель Горсовета Уфы Марат Васимов. Дмитрию Федорову удалось побывать в роли ведущего программы новостей. Уфимец ежедневно присылает нам в редакцию фото и видеоматериала с мест событий, происходящих в городе. Как признается Дмитрий, когда-то очень давно он думал о профессии телевизионщика. Наверное, может быть, когда-то в детстве, в далеком, да, а сейчас как бы об этом не думаю. А как вам сейчас быть в роли ведущего? Сложно ли вам было? Какие ощущения у вас были? Немножко не своей тарелки, немножко волнительно, а так, в принципе, ничего страшного. С Дмитрием мы познакомились, когда он обратился к нам в редакцию за помощью. С двери его подъезда пропало домофонное оборудование. Проблему удалось решить благодаря сюжету Артема Сулейманова. В преддверии Нового года мы пригласили Дмитрия к нам в гости и провели экскурсию по телеканалу. Дмитрий также смог опробовать свои силы в озвучивании текста. Школа номер 18 разрослились в настоящей баталии. А наш монтажер Олег Михайлович Ковзик объяснил Дмитрию о заисклейке видеокадров. Видите линии? Это называется у нас, как называется? Ну, это монтажная программа. Также Дмитрий побывал в «Святая святых телеканала», аппарат на студийном блоке, а также в любимой комнате девушек всей Уфы гримерки. Что-то подобное я ожидал увидеть. Работа, люди работают. Только сфера работы, ну, естественно, другая. То есть это не производство, еще что-то. Ну, это телеканал. По словам народного корреспондента, экскурсия ему понравилась. А в честь предстоящего праздника телеканал «Вся Уфа» вручил ему памятный подарок. Хотели сказать спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, что нам присылаете новости. И маленький презент в честь Нового года. Надеюсь, вам понравится. Спасибо. Алсуя Шмакаева, Рустам Лукманов, Соличное телевидение, «Вся Уфа».